Мы читали то место Евангелия, где Господь, воскресший, является апостолом, дунул на них и говорит, примите дух свят, им же опустится, опустится, им же держите, не держите. Но то же самое примерно мы читали сегодня. Господь говорит уже в данном случае всем к Серпелям, что свяжете на земле, то будет связано небес. Если мы откроем сейчас толкование святителя Феофага Болгарска, то он говорит о том, что это касается каждого христианина, в смысле прощи. Если человек не прощает здесь, сейчас, человека ближнего, тогда это связывается на них. Прощает, тогда это разрешается на них. Поэтому сказано, что если против тебя согрешил, брат, обратите внимание, там каждый случай важен. Не внешний человек, а внешний человек, который вне церкви, там совсем другие отношения получаются. А вот брат, то есть оплечи его один на один, потом берешь свидетелей, а потом уже говоришь церкви. Если он церкви не слушает, тогда будьте как язычникам и так. Вот поэтому это Ивановское чтение читается в связи с тем, что вчерашний день, это не только день Пятдесятницы, это день рождения церкви. Когда Дух Святой сошел на апостолов, церковь родилась. И это очень важно, потому что иного спасения, как только в церкви, быть не может. Почему? Только в церкви обитает Дух Святой. Только в церкви Дух Святой. И только Святым Духом могут быть прощены нам грехи. Как говорит сам Господь, что им же отпустят, отпустят Господь. Поэтому будем, братья и сестры, как это апостол Павел, хранить Святой Дух. Сохранить благодать Святого Духа, чтобы Ею служить Богу. Чтобы прийти вовремя в храм, чтобы по храму не ходить. А сейчас так интересно, поскольку трава уже высохла в храме, то очень слышно, кто куда ходит. В алтаре все слышно. Человек идет и прямо слышит, как человек пошел, 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 пошел. Трава шуршит. А пустик у нас очень хороший. Все так слышно. Думаешь, хоть вообще траву не убирать на весь год. И прямо видно, куда надо пошел, туда, сюда ходит. И только благодатью Святого Духа мы можем прощать другого человека. А вот если кратко коснуться понятия прощения. Что это прощение? Это принятие в общении. Как светские говорят. Ну я его простил, ну пусть там гуляет, но я его простил. Это не прощение, конечно. Прощение, когда человека принимаешь такого, как он есть. С его страстями, с его грехами и так далее. Понимаешь, что вообще. Господь нас прощает. Что значит? Мы подходим к чаше. Господь нас простил наши грехи. И мы можем подойти к чаше. Общаемся. Понимаем тело и кровь Господа. Поэтому очень важно Духа Святого нам сохранять. И как это апостол Павел, что надо делать? Надо петь псалмы, читать духовные тексты и наполняться Духом Святым. Когда мы пребываем в храме и слышим песнопение, чтение, через это мы наполняемся Духом Святым. И наоборот, есть другой процесс. Если мы будем слышать песнопение не духовное, с другим знакомым, мы будем выполняться другим Духом. Вспоминаем сожидя Марии Гиппельской, как она говорила. Как мне хотелось этих блудных песен. Она привыкла там в старой жизни. И ее прямо из пустыни вырывало. Говорит, хочу мясо, вина и песен. Это очень важно, к чему человек привыкает. Но мы это и видим даже в современной культуре. Поэтому надо сохранять Духа Святого. И поэтому я вижу, что Женя приготовился читать молитвы. Мы все-таки их прочитаем. Коль у нас есть желающие прочитать. Послушаем благодарственную молитву. Слава тебе Божия, слава тебе Божия, слава тебе Божия.